привет всем привет как меня слышно появилось буквально 15 минуточек выйти привет привет ребятушки выйти в прямой эфир узнать как у вас дела обсудить какую очередную ерунду привет у меня недавно спросил кто-то в дирекционе что у вас за украшение на зубах вот я подумала что блин дорогие украшения для зубов получились что вам рассказать я сейчас жду рабочую встречу у нас управляющая в студии мы сейчас не поработаем по поводу ноябрьских акций вот так же у меня сегодня привет альбине также у меня сегодня радость наконец-то мне сообщили что торговый знак соул юнит зарегистрирован вот я теперь обладатель целого торгового знака не знаю что с ним делать но как минимум никто не может под моим торговым знаком открыть студию где-нибудь в другом городе или даже в москве что еще интересного скоро у меня завершается контракт с одной косметической фирмой и я наконец-то смогу вам показывать свою косметику вот буду выкладывать в stories расскажу подробно о средствах которые прям очень крутые я ими пользуюсь сейчас во лбу нет ботокса вот я как раз сегодня написала в cdk это клиника где я всякие инъекции всегда делаю лазерную эпиляцию и записалась хочу в межбровку снова сделать ботокс вот сейчас препараты лайтовые ничего ужасного в них нет и более того он со временем рассасывается но в любом случае это предотвращает формирование заломов поэтому вот окси я делаю контракт у меня был с рефлей до подбородка языком не достану могла до носа достать но сейчас у меня винты стоят и я в этом не буду пробовать рисковать не буду а еще чё я хочу на какие-нибудь курсы актерского мастерства или что-нибудь в этом роде потому что это очень крутые практики в принципе как и допустим йога вот нужно практиковать побольше всего и разного я вам вообще советую советую а не успеваю читать пока болтаю сейчас прочитаю что вы написали вот и в общем мне скинули какие-то курсы не ими на стройке я в кафе актерского мастерства и я хочу сходить потому что как правило все что происходит на таких курсах это знаете сразу человека зажимает ему по непонятным причинам становится стыдно и так далее вот от этих всех зажимов нужно избавляться этот очень нужны витамины мои для волос я сказал что мне привозили из германии нет я такого ни в коем случае не говорила я сказала то что свои витамины от хубнар я покупаю в испании причем в городке лареда мар есть всего одна аптека в которой я их покупаю под заказ вообще-то очень хорошие витамины не совсем понимаю почему они их не закупают возможно для европейцев ну как-то это неинтересные темы и они достаточно дорогие что-то порядка 30 евро вот но у меня не очень нравится на гвоздях постоять но можно и на гвоздях постоять почему нет что еще интересного а сейчас новый набор на растяжку онлайн я же сделал все-таки проект но только не успеваю особо о нем рассказывать туда и так хорошо народ регистрируется уже очень много отзывов так что у меня там все по полной программе тянутся очень много мужчин занимается это нереально круто потому что мужчины в своем роде они более ответственные они там прям стараются присылают фотки несколько скоро сядут на шпагат надеюсь разрешат использовать их фотографии очень всегда расстраиваюсь когда не дают использовать фотографии потому что это по сути один из немногих показателей до моей работы но людям неудобно без разрешения я брать не могу курс на растяжку стоит я сама 1990 75 дней доступа и есть еще курс полный это с моим сопровождением то есть вы в личном кабинете мне пишите сообщение задаете любые вопросы и мы там болтаем я на них отвечаю думаем как двигаться дальше можно ли на растяжку с проблемами со спиной да можно я записала часовые уроки и как правило я корректирую по ходу дела то есть я проговариваю если там допустим упражнение спорная и не факт что вам его можно выполнять с какими-то травмами я это говорю ну и конечно мы стараемся все делать осознанно прислушаемся к своим ощущениям спина может легко не гнуться по десяткам вообще причин вот потихонечку мы все равно ее разминаем почему потому что даже если есть травма спины естественно спина будет стремиться к тому чтобы мышцы были заблокированы и не давали лишних движений это тоже плохо потому что как только мы закрепляем неправильное положение разрушения идут гораздо интенсивней чем если бы у нас была здоровая подвижность ой пес да сав вчера постригли я думаю вы смотрели stories про самую лучшую хозяйку в мире а то есть меня которая отнесла его вообще в другой салон кто же знал что в одном доме находится несколько салонов стрижки собак неровная кожа на ляжках убирается питанием или тренировками девчонки все невзгоды все косяки убираются комплексом то есть любом случае пусть даже это будет не адовая диета но мы очищаем питание и добавляем тренировки для того чтобы правильные полезные вещества они быстрее достигали нашей кожи наших клеточек если смысл делать растяжку в начале тренировки вы знаете я достаточно тонкая тема почему потому что очень часто в начале тренировки мы начинаем очень бурно как-то разогреваться делать не самые правильные движения и следствием этого могут быть травмы даже банальные растяжение что-то дернуть и потом вся тренировка идет благополучно насмарку поэтому я все-таки советую делать растяжку в адекватном объеме но в конце тренировки поводу операции через сколько после операции нужно конечно советоваться с врачом потому что если на растяжке мы можем регулировать нагрузку интенсивности там такой пожалуй взрывной на брюшную полость нагрузки нет потому что в любом случае ваша проблема она очень сильно зависит от того что происходит у нас в районе кора если металлическая конструкция и позвоночник зафиксирован то это достаточно отдельная тема я думаю то что максимальное упражнение на спину придется убирать но тем не менее стараться делать упражнения на ноги возможно не сразу все упражнения по растяжке из моего курса будут получаться это нормально то есть возможно в части упражнений человек придет только в конце курса но поскольку доступ более двух месяцев вполне себе можно проработать несколько раз регистрация на ssflex.ru нужно тянуться в обуви или без тянуться можно без обуви обычно мы тренируемся в обуви почему чтобы стопа вставала правильно потому что у нас зачастую бывает плоскостопие еще что-то и под это положение стопы адаптируется абсолютно все тело и нагрузка может распределяться неправильно поскольку у нас я не вижу возможно вопрос поэтому игнорирую и всем не успею ответить к сожалению вот во время растяжки в принципе там может быть стопа в свободном полете подскажите пожалуйста и так и не плачем вы занимаетесь вы тренер ну нет я занимаюсь очень много лет уже 10 лет фитнесом и в свое время активно тренировала сейчас у меня в основном онлайн тренировки по фитнесу по растяжке я стараюсь я давно не снимала видео очень каюсь в ближайшее время точно что-то отсниму у меня был большой перерыв в тренировках из-за здоровья что-то очень много болела у меня 5 бизнес проектов вот я занимаюсь бизнесом можно ли выполнять тренировку каждый день я не советую выполнять тренировки каждый день потому что ваш организм должен восстанавливаться и мы должны иметь адекватный подход я считаю что лучше выложиться полноценно три там край 4 раза в неделю чем в пол силушки или тем более в полную силу каждый день а потом уже это какие-то травмы и переутомления почему так мало людей в эфире подписчики накрученные да все 600 тысяч накрутила пять лет мучилась накручивала что кушать перед тренировкой при наборе мышечной массы вообще перед тренировкой считается лучше поесть углеводы вот но мне вам что-то трудно сказать потому что я по жизни дрищ и вечный набор и я не готова объедаться я не готова есть очень много белка это не слишком хорошо для печени поэтому в основном делаю упор на силовые боюсь что я себя очень жалею когда тянусь но я прям совсем дерево не могу до носочков дотянуться с прямыми ногами и прямой спиной вы знаете должна быть адекватность пусть лучше вы будете тянуться дольше пусть больше потребуется времени но это будет безопасно все таки растяжка это постепенный процесс это процесс который нарабатывается и поэтому какого-то мгновенного результата не нужно ждать прям сразу 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 да есть люди кому дается легче есть люди кому даются тяжелее просто если вы дерево я тоже в свое время была дико деревянная просто занимаемся занимаемся запасаемся терпением остеохондроз шейного позвонка если какие-нибудь тренировки да по сути тренировки даже для тех у кого остеохондроз шейного позвонка остаются плюс-минус теми же естественно не стоит никакую тяжелую штангу класть на шею конечно нужно прокачивать спину и нужно очень следить за техникой то есть во время работы должна прям очень четко шея находиться в естественном положении вы не должны тянуть вперед вы не должны закидывать назад ни в коем случае не крутим головой во время вот большинства прям упражнений но от укрепления спины с этого стоит начать а потом постепенно можно будет перейти к более интенсивным тренировкам вот худеешь ли прибеги да однозначно прибеги люди худеют потому что эта работа на пульсе как уменьшить перекаченные квадры я думаю то что это общий дефицит калорий убирать мощную и силовую нагрузку на квадрицепсы соответственно кардио добавить кардио тоже достаточно хорошо пережигает мышцы что еще рассказать короче у кого проблемы с растяжкой регистрируйтесь обязательно регистрируйтесь потому что там в целом общая гибкость тела и это плюс в любую тренировку то есть грубо говоря если у вас не очень идут глубокие приседания и вообще например тяга какая-то растяжка она очень круто помогает развить хорошую амплитуду и обезопасить вас на тренировке просто чем более эластичные будут мышцы тем вы больше можете себе позволить во время тренировки что делать если нападает периодически жор я всегда предлагаю нарезать огромную кучу салата просто овощей нарубить перчика болгарского помидорок огурчиков и скушайте от все солью не увлекайтесь можно ли в 40 лет растянуться в принципе растянуться можно в любом возрасте вопрос том сколько понадобится сил и самое главное быть поступательным чтобы себя не травмировать а так растянуться может любой человек в любом возрасте конечно я не обещаю то что вы станете да там как наши профессиональные гимнастки вот но я думаю что это никому и не требуется нужно нам естественное здоровая подвижность и гибкость нету ограничения до какого возраста можно сесть на шпагат например к нам студию ходят очень разных возрастов женщины и до 50 лет и все растягиваются и более того очень успешно растягиваются подтянет ли плавание мышцы плавания это вообще прекрасная вещь а я не обещаю что это сработает как например тренажерный зал но это будет огромный плюс для ваших вен для вашей спины для кровообращения и тонус любом случае будет потому что там достаточно сильные затраты калории рассчитываются индивидуально есть формула по которым рассчитываются калории вот подгуглите этот вопрос ой мне с кератином вообще не повезло и в принципе у меня вот это естественная прямота моих волос в новенькие отрасли торчат и поэтому кератин я не делаю более того после того как мне сделали думаю то что еще сделали неудачно у меня вот прямо отсюда обламывались волосы от того момента вот где делали вообще все эти процедуры да будто ботокс кератин абсолютное счастье они имеют индивидуальные в любом случае показания каждому свое если вы допустим постоянно мучаете волосы плойкой то в принципе наверное проще сделать кератин и не пережигать волосы постоянно будут блестящие красивые в студии с учениками занимаюсь ли я у нас четыре зала в студии с учениками занимаюсь не я я из тренерства всем привет всем привет кто только подключился добро пожаловать я из тренерства ушла в январе прошлого года ну то есть из активного я периодически провожу мастер-классы вот так с друзьями тренируюсь чисто в удовольствие это было очень давно про кератин это было мне кажется года четыре назад и я не помню каким составом мне делали сейчас я делаю только абсолютное счастье это комплекс японских масок который втирается в волосы про талию очень сильно насть но только мы знаем секреты наших с тобой талии на фотографии еще еще я вчера поняла то что вот у разных людей да есть разное призвание и самореализация я вот периодически пытаюсь реализоваться в чем угодно ну типа там бизнес какие-то проекты и так далее но для себя поняла то что вот моя самореализация когда действительно кайфую это какие-то мотивирующие действительно видео тренировок выкладывать это но вот именно мотивации когда мне начинают писать все я сходила в зал мне девчонки присылают stories типа я не могла добраться несколько месяцев я в зале вот наверно вот это вот моя реализация вот мне походу ничего больше не нужно лишь бы мне все писали что они наконец-то тренируются что их жизнь изменилась к лучшему девчонки я по питанию у меня даже питание диетолог составляет в онлайн марафоне я не особо замороченная на питание поэтому я особых каких-то консультаций или съемов рецептов и так далее я не делаю вот я заморочена именно на тренировках потому что я считаю что питание это важно важно очистить питание убрать пережаренное убрать сладко убрать белый сахар его вообще нафиг нужно убрать то есть всю гадость убрать и интенсивно тренироваться потому что питание питанием но качество тела во многом это все равно тренировки потому что очень многим людям когда вот они уже пришли форму удается поддерживать на не самом качественном питании даже большинство фитнес-блогеров вот но они постоянно тренируются и за счет того что они создают грамотный дефицит калорий за счет интенсивных тренировок ему удается поддерживать очень хорошую форму в целом после тренировки до всегда по-разному иногда кто-то пьет коктейль а там через час допустим ест я всегда считаю что ну принципе должны быть сложные углеводы должно быть сколько-то белка должна быть клетчатка это свежие овощи поэтому я я даже сейчас вот нет не хочу заморачиваться как можно быстро набрать массу честно не знаю я как человек который даже на еде не набирает и набирать только на силовых слова быстро для себя исключила уже давным-давно вообще в целом качественное тело которое останется с вами надолго это не быстро это никогда не будет быстро вот поэтому если вам нужен стабильный результат если вам нужен здоровый результат что важно быстрого ничего не будет любые резкие изменения в весе будь то набор будь то резкое похудение это чревато особенно для женского здоровья поэтому плюс еще растяжки могут быть если вы начнете быстро туда-сюда гонять вес кожа может не успевать просто за этими изменениями все все на треню правильно правильно у меня проблемы с ходе не было никогда потому что я никогда не загоняла себя в рамки и я постоянно сдаю гормоны где-нибудь в гематест я за ними слежу отжиг в бага баре считается ли тренировкой ну смотря как вы отжигали всего возможно если вы на голодную отжигали и без алкоголя то наверное о девчонки по поводу по поводу мотивации как себя замотивировать для меня всегда лучшая мотивация это посмотреть в зеркало и подумать ну ёб твою мать то есть это ну что может еще более быть мотивационным чем желание изменить себя и желание иметь офигенную фигуру я не знаю даже ну кто-то из-за мужчины например начинает приводить себя форму кого-то новый кавалер появляется они там ради него стараются у кого-то кавалер ушел и они тоже там стараются максимально а если ты со спортом на вы страшно идти в зал потому что не знаешь какой тренажер для чего я прекрасно помню эти ощущения его неловкое чувство да там когда ты приходишь в зал никого не знаешь первое девчонки то о чем нужно помнить вам вот всем на вас насрать просто люди приходят туда проводить свое время они увлечены собой они ходят делают селфи они смотрят на себя в отражение и я считаю ну как бы я по себе да возможно сужу если вы пришли в зал никто не осудит потому что ну там все такие типа вот человек пришел в зал очень круто если вы не знаете что делать в зале всегда есть первое вводный инструктаж бесплатный всегда поэтому купили абонемент попросите запишитесь на вводный инструктаж ничего страшного в этом нет всегда есть тренеры в зале это такой знаете лайфхак офф топ такой всегда есть тренеры в зале которые своего рода продавцы и им нужно продать свои тренировки как правило у них тоже есть вводные занятия либо с ними можно начать общаться и первое ваше общение но как правило бесплатно на котором вам будут продавать блоки персональных тренировок я ничего против продажи блоков и так далее не имею особенности вы не понимаете что делать в зале купите себе блок потратьте денежку но зато вы освоитесь вам будет комфортнее приходить в зал то есть вы туда не просто сами приперлись вас встретит тренер он вас отведет вот и все будет хорошо девчонки ничего не бойтесь честно выше там себе кавалера встретите кто-нибудь вам понравится будете туда красиво одеваться больше мотивации будет тренить поэтому таких вещей точно бояться не нужно ну и в конце концов исполните какую-нибудь фигню кто-нибудь подойдет поправит вряд ли кто-то будет дико смеяться а если страшно пойти на пилон растяжки ноль слабые руки я сама точно также когда-то пошла на пилон растяжки ноль а руки они сейчас у меня две веточки но просто стали посильней они не держались вообще то есть элементарные трюки я не могла сделать мне просто казалось что льют воду по пилону либо маслицы я не знаю что это было и руки скользили но тренировка они на то и нацелены чтобы вы тренировались чтобы вы что-то нарабатывали вот поэтому первый месяц да там занятий 8 будет вообще прям жестко на пилоне тоже ничего страшного так все приходят а потом уже пойдет прогресс и вы дико-дико кайфанете я начала заниматься лет в 17-18 соня ты поправилась зачем ну а первых я 42 и 5 час вешу поэтому по поводу поправилась это спорный вопрос но мне не нравится худоба я считаю что это некрасиво поэтому мне главное чтобы я была в комфорте как много белка ем вообще не считаю животным белок вообще почти не ем то есть у меня белок такое поступает из различных продуктов сильная ли сейчас конкуренция в сфере стретчинга чувствуете ли вы ее вообще я считаю что конкуренция особенно в интернете это просто несуществующее понятие потому что у каждого своя аудитория у каждого своя подача как там бузова пела мои люди всегда со мной вот я бы мне кажется спела также то есть понимаете вот людей много много разных но мы же всегда отдаем кому-то предпочтение от кого-то мы отписываемся на кого-то подписываемся до кого-то вот мы смотрим общаемся в прямом эфире кому-то даже в эфир не зайдем поэтому вот вообще по жизни не бойтесь никакой конкуренции и и по сути не существует особенно в интернете господи что вы хотели посоветовать что это за бред ешь меньше больше спорта что какая-то чушь если честно можно ли заниматься с 14 в 14 лет с утяжелителями да конечно в 14 лет можно заниматься главное делать это осторожно желательно с тренером и обязательно среди следить за своим женским циклом это важно я вообще не считаю калории и это зависит от цели есть у человека есть жесткие проблемы нужно похудеть или там допустим сильная стадия целлюлита что угодно тогда нужно больше уделять этому внимание если вы например в принципе в неплохой форме и хотите как бы прогрессировать то питание можно скорректировать но больше упор я бы на тренировке сделала можно ли растянуться в 46 конечно можно главное начать растягиваться вот они думать могу я или не могу все по ходу дела узнаете о себе командный спорт я думаю да это здорово просто каждому свое футбол это вообще постоянная кардио вот но просто девчонки как сказать не все девчонки до пойдут футбол за метафот балом заниматься саш хлоргексидин или миромистин тебе в майами привести ты определись сейчас все сейчас модно миромистином пользоваться им даже это рот можно горло полоскать можно не горло напишешь мне список что тебе привести все привезу мне трудно сказать вот девушка пишет она живет небольшом городе планирует открыть свою студию первым делом скажу открывайте ничего не бойтесь будете выкладываться все будет хорошо бизнес это всегда стрёмно это всегда интересно это очень большой опыт у кого поучиться вот тут мне трудно сказать потому что я грубо говоря свою методику нарабатывала сама на собственном примере потому что я сначала растягивалась сама а затем пошла аудитория я уже растягивала людей и у меня было ну точно больше тысячи человек с разными ситуациями мое отношение к официальному браку и детям совершенно положительное конечно ну а какое же у женщины может быть отношение к официальному браку и детям дети это вообще прекрасно вот главное чтобы дети не были попыткой до удержать мужчину и все в таком духе главное чтобы это были осознанные отношения желательно любовь конечно большая доверие взаимопонимание взаимоуважение и чтобы детки были и все будет круто я положительно отношусь я в разводе я сейчас в разводе соня ты за то чтобы лучше сделать чем не сделать если хочется да я абсолютно за то что каждый день это возможности и мы иногда почему-то не делаем какие-то вещи потому что нам кажется что кто-то о нас что-то подумает что мы будем глупо выглядеть да все на нас насрать твори фигню и извиняйся картинка такая была не я не веган я вообще в этом ничего не понимаю просто последнее время особо мясо и птицу не ем но первыми из-за брекетов как-то не очень нравится что я думаю в употреблении сахара я его убрала год назад то есть белый сахар я убрала вообще десерты практически тоже не ем недавно мне подарили какой-то веганский шоколад иногда он такой такими кружочками я так понесколько подъедаю но с тех пор как отказалась и мало стало есть я уже вообще им не увлекаюсь соня или софия софья ни то ни другое софья вот все сейчас пойду уже поработаю немножко с вами хорошо пора мне тоже выключить свою демотивацию на съемки тренировок но отчеты тогда исхудала до 40 килограмм и мне не нравилась моя форма вот поэтому как-то не хотелось снимать тренировки смотришь на себя себе не нравишься да я была замужем это было давно и неправда как началась тренерская карьера ну вот я уже проговорила то что я сама тренировалась занималась пилоном фитнесом сама растягивалась и в контакте начали все писать а что а как я открыла секцию по часу арендовала зал в олимпийском и ко мне ходил народ на занятия вот все пришла моя коллега поэтому я отправляюсь работать всем хорошего вечера